Грузия близка к тому, чтобы перейти прямо в грань, которая вызовет уже более жёсткую реакцию. Политика расширения — это способ стабилизировать окружение вокруг Евросоюза. Представлять, что Кремль более договороспособен, чем Брюссель, это очень смело. Вся эта общественная дискуссия о том, что на самом деле расширения не будет, она же постепенно готовит ответственное мнение, что чудес не бывает. С вами «Большой Кавказ». Еженедельный подкаст о том, что происходит при Кавказе, вокруг Кавказа и что важно и интересно для Кавказа. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Я Владимир Лунов. Здравствуйте. Предупреждение о полном несоответствии. Именно так можно воспринимать заявление лидеров Евросоюза в адрес грузинской власти. Но от самых решительных мер при этом Брюссель пока воздерживается. Да и вообще отнюдь не Грузия возглавляет список проблем Евросоюза. Председательство Венгрии, как и ожидалось, стало для него новым источником повышенного давления. А результаты выборов в Европарламент, а потом во Франции, хоть и не подтвердили худшие опасения и надежды того же Тбилиси и Будапешта, все равно вынуждает оставаться в тревожном тонусе. То ли это Евросоюз и то ли это его расширение, о которых мечтала с романтиком Единой Европы? Что делать со своеволием некоторых его членов, особенно тех, кто присоединился со сравнительно недавно? И речь не только о Венгрии. И, наконец, вопрос, который волнует граждан тех стран, для которых Европа все еще манящая перспектива. Сверх в конце туннеля это, конечно, хорошо. Но сколько еще жить в этом туннеле и не превратиться ли привычка к такой жизни в разочарование? И где пределы снисходительности и терпения, которые проявляет к той же грузинской мечте Брюссель? В сегодняшнем выпуске подкаста «Большой Кавказ» ответы на эти вопросы ищем с научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Максимом Самаруковым. Максим, прежде чем перейти к восточноевропейскому фактору Европы и Евросоюза, я бы хотел уточнить, а насколько этот восточноевропейский фактор действительно восточноевропейский? Вот, скажем, та же самая Венгрия, которую у всех на слуху. В какой степени это восточноевропейская история? И в какой степени это уже общеевропейская история? Ну вот как там парламентская группа «Патриоты за Европу», которая, в общем, уже вполне себе смешана. Вот как мы можем здесь разделить акценты? С точки зрения Европы, Венгрия уже перестала быть восточной Европой вместе с окончанием Холодной войны. И вообще, если в присутствии венгров, поляков, чехов или еще кого-то из этих стран назвать эту страну восточноевропейской, это первая их реакция будет тут же поправить и сказать, что мы центральная Европа. Конечно, Орбан старается быть политиком европейского масштаба и создавать свои союзы, и искать каких-то друзей в масштабах всей Европы, а не только у себя в регионе. Мало того, все его попытки организовать что-то вокруг, скажем, большеградской группы стран из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, они, в общем, закончили довольно печально. При предыдущем польском правительстве были какие-то дружеские связи, но вместе с началом войны оказалось, что с таким пониманием относиться к позиции России другие страны не готовы. Восточная Европа сейчас для Европы – это те страны, которые не в Евросоюзе. А Орбан – это, да, европейский деятель, который пытается возглавить европейское такое более правоконсервативное политическое направление. Ну, вот еще несколько лет назад, но уже, может быть, даже не несколько, уже 10 лет назад был этот термин «новая Европа». То есть постоянно ищется какое-то обозначение для вот этих стран, которые вы назвали «Центральной Европой». И да, вот как вы сейчас объяснили, Венгрия пытается играть в общеевропейские игры, но какой-то вот этот акцент остался, какой-то вот генезис остался или уже как бы все выветривается? Нет, конечно, есть что в старых странах Евросоюза, это все равно новые страны Евросоюза. Ну, кстати, Финляндия, которая вошла уже после Холодной войны, там, да, или Австрия, они все равно считаются старыми странами Евросоюза, потому что все равно таким рубежным моментом считается не столько конец Холодной войны, и те, кто вступил после этого, сколько строили ли они социализм, были ли они по другую сторону железного занавеса. Но тут, я думаю, главное, что имеет значение в этом контексте, что это такой опыт Венгрии, это такое постоянное напоминание лидерам Западной Европы, что вот мы взяли страну внутрь ЕС без достаточной подготовки и теперь с ней мучаемся. Поэтому нам не нужно повторять подобных ошибок. Есть тенденция, что страны, которые вступили уже в этом веке, да, в 21 веке, они считают, что им не додают и не полностью готовы разделять программы ЕС, особенно по некоторым направлениям, типа, там, миграционной политики или климатической политики. В общем, есть там такие чувствительные темы, которые пока вызывают в новых странах ЕС гораздо больше отторжения. Да, и главное, что это же все страны по-прежнему остаются неттополучателями европейских субсидий, и поэтому у старых стран ЕС неизбежно возникает ощущение, что они имеют какое-то право более строго к ним относиться. Да, ну раз вы неттополучатели денег, то и ваше мнение не должно иметь столько веса, сколько мнение тех, кто является неттоплательщиками денег. Да нет, много противоречий сохраняется, и все, и далеко они не преодолены, и по-прежнему главный раздел внутри Евросоюза проходит между теми, кто вступил давно и кто вступил недавно, и между этим давно и недавно на практике разница всего в несколько лет. А российская угроза, она как-то смягчает все эти противоречия, потому что есть какая-то общая опасность, и это позволяет как-то сплотиться и подзабыть о тех проблемах, которые есть между этими странами. Без российской угрозы, когда возникают темы типа миграции, изменения климата, или социальные политики ЕС, или даже с переходом на евро, или бюджета Евросоюза, как его строить, какие программы реформировать, то тут же неизбежно возникает вот это вот разделение, оно снова всплывает на поверхность, что вот те страны, которые пришли из соцлагеря, у них свое мнение другое, которое отличается от мнений старых стран ЕС. Иногда становится впечатление, что вот эта новая Европа, новые страны Евросоюза, они как бы считают, что они могут говорить более открыто о том, о чем, в общем, старые страны Европы стесняются, не комильфо. Нет ли здесь какого-то такого опасного процесса, не знаю, инфицирования? Старая Европа становится как-то в этих своих проявлениях, ну, куда более открытой, более смелой под влиянием Орбана, да, условно говоря. То есть эти вещи системные, они существовали и сами, и без Орбана. Но Орбан как будто бы легализует, как бы вот эту лексику, легализует этот язык. Есть такое? Постсоциалистические страны, в принципе, на ментальном уровне, склонны к меньшему лицемерию, чем западные страны. Уровень вежливости и желания гладить углы, он немножко разный. Опыт социалистической системы делает людей более циничными, более прямолинейными, более грубыми. Конечно, там как угодно можно называть. Менее политкорректно. Менее политкорректно. И это, конечно, всплывало много раз, там, особенно по отношению, там, беженцам, да, когда лидеры восточной части ЕС, да, позволяли себе гораздо более жесткие высказывания, которые на Западной Европе считаются, в общем-то, и неприемлемыми. Мне кажется, это параллельные процессы. Снятие всяких табу в западной политической жизни, да, идет и без, не потому, что они там ориентируются на Орбана или, там, на Кочинских или еще кого-то из восточной части ЕС. Ну, блин, какая-то дейная близость есть, да, но я не думаю, что какие-нибудь ультраправые политики в Западной Европе вдохновляются примером Орбана. Считают, что, ну, вот раз ему можно, то и мы то же самое попробуем сделать. В Западной Европе есть представление, что это они, передовые, да, это они прокладывают дорогу в будущее на переднем краю, да, и учиться чему-то у других стран, ну, это нет. Мы не будем имитировать другие страны. Имитировать должны нас, да, а не мы будем имитировать. Получается, что те иллюзии прекрасно романтические в 90-х годах о расширении Европы, в общем, они как бы не совсем оправдались. Что теперь думают в Европе о том, что дело дальше? То есть, грубо говоря, какой черт там эти проблемы? Или то, собственно говоря, как жить дальше? Ведь все равно назад в 90-е вернуться нельзя ничего не исправить. Я бы не сказал, что такое уж есть гигантское разочарование из расширения. Скорее, есть понимание, что та модель, которая использовалась в той волне расширения, которая была в начале 21 века, да, в нулевые годы, что эта модель не работает. Кое-как как-то получилось, да, что с какими-то недостатками, с какими-то проблемами, но дальше ее использовать нельзя, да. Мнение, что мы зря расширялись, надо было все оставить как есть, оно его не назовет господствующим, да, это довольно маргинальное. Но понимание, что там это решение, которое было, и ее надо поменять, что такого расширения по тем же принципам, которые он нашло в нулевые, что его больше не будет никогда, оно есть, несомненно, да. И понятно, что никто не собирается брать новые страны Восточной Европы в состав ЕС, не только без реформ в этих самих странах, да, чтобы они что-то там реформировали и приблизили к стандартам европейским, но и без пересмотра внутреннего устройства ЕС, да. Значит, сначала надо посмотреть, поменять то, как мы принимаем решения в ЕС, а потом уже можно заняться расширением, да, или даже использовать тему расширения для того, чтобы ускорить какие-то внутриевропейские реформы, да, чтобы добиться какого-то более работоспособной модели организации, да, вот внутри ЕС. Ну, вот как бы два процесса идут одновременно и противоречит друг другу, если я правильно понимаю, да, с одной стороны, как вы сказали, есть мысль о каком-то внутриевропейском реформировании, да, изменении системы принятия решения, и одновременно слишком много слов сказано потенциальным европейцам, которые, в общем, понимают, что они будут очень нескоро европейцами, но, тем не менее, эта игра идет. Вот как эти процессы совмещаются? Плохо совмещаются. Мы это видим, что на самом деле, можно взять любую страну, у которой сейчас есть статус кандидата в ЕС, практически везде будет понимание, что, ну, никакого вступления в ЕС в ближайшее время не будет. И если будет, оно будет когда-то настолько далеко, что оно не является фактором для текущего принятия решения. Да, есть гигантские зачарования, особенно в странах, которые там, например, балканские страны, которые там уже по 20 лет являются кандидатами. Те, которые недавно получили статус кандидата, типа там Молдовы или Украины, они еще как-то там еще энтузиазм не полностью выдохся, да, европейский. И вера в то, что вступление возможно. А вот страны там западных, Балканы, окончательно потеряли всякую надежду, что их когда-нибудь возьмут по-настоящему в Евросоюз. Но тут дело такое, что какие альтернативы, да? Понятно, что эти страны никогда не возьмут. При нынешней модели, пока ЕС не реформирует внутри себя систему принятия решений, никакого расширения вот в том виде, в каком оно реализовывалось до этого, не будет. Но все равно есть процесс евроинтеграции, он имеет другие позитивные стороны, помимо факта вступления. Процесс евроинтеграции позволяет этим странам, ну, как-то проводить реформы с помощью европейской поддержки, получать субсидии от Евросоюза, пускай не в тех масштабах, в которых получают страны уже входящие в ЕС, но все равно какие-то деньги приходят. Ну, по крайней мере, предложить обществу какое-то видение будущего. Что мы вот делаем? Мы стремимся стать Европой. Это понятное какое-то видение. Ну, невозможно сказать, да, что вот, знаете, мы решили, что раз нас в ближайшее время в Евросоюз не возьмут, мы будем делать что-то совершенно другое, да. Возникает вопрос, а что совершенно другое? Вот вы, Северная Македония, страна на 2 миллиона человек, без выхода к морю, зажатая между не очень любящими ее Грецией и Болгарией, да, вы, какой у вас план на альтернативный европейский интеграции? Запад есть запад, восток есть восток, и сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. То, что вы сейчас рассказали, это очень идеально про Грузию. Ее не берут, да, вот, а мы будем делать так, как мы хотим. И более того, нашли себе в Европе альтернативный центр, а не Брюссель, а Будапешт. Что с этим делать? И здесь надо что-то делать с Грузией или с Будапештом? Тут проблема в том, что слишком большое количество обещаний со стороны ЕС неизбежно создает слишком большие ожидания со стороны стран, которые хотят вступить. При этом, конечно, отчасти страны-кандидаты сами вчитывают в эти обещания больше, чем в них содержатся. Все-таки лидеры ЕС стараются довольно, при общем таком энтузиазме, желании говорить вежливые, приятные вещи, они все равно формулируют эти вежливые, приятные вещи довольно осторожно. И когда они говорят, что мы готовы поддержать европейские настроения, скажем, да, какие-то страны, это не то же самое, что очевидно, что мы готовы поддержать вступление страны в ЕС. Оно очень часто странных кандидатах любое там обещание поддержки читают как поддержку их вот прям скорейшего в течение буквально нескольких месяцев вступления в ЕС. Грузия на этом направлении уже ждет довольно долго, да, и получала всяких повышений статусов много лет подряд, поэтому сейчас настал такой момент, когда они решили, что хорошее поведение не вознаграждается, да, вознаграждается плохое поведение. Попробуем шантажировать Евросоюз, то, может быть, он займет более какую-то благосклонную позицию по отношению к нам, что совершенно не исключено, потому что действительно далеко не всегда хорошее поведение вознаграждается или вознаграждается чем-то большим, чем какой-нибудь позитивный пресс-релиз из Брюсселя, да, или отчет, где сказано, что все замечательно, но надо еще чего-то доделать, потому что все равно вступления не будет, как бы вы замечательно не старались. Это большая проблема, если тут не только с Грузией, что количество обещаний данных всем этим странам уже накопилось за прошедшие годы в гигантском количестве, в гигантских объемах, а практических действий остается все меньше. Придумываются все эти шаги, мы дадим вам кандидата, мы отдельно начнем переговоры, потом мы как бы объявим о начале переговоров, а потом еще через какой-то момент мы прямо их начнем по-настоящему и тоже объявим об этом очень торжественно, но все это не работает. В целом, Евросоюзу надо просто честнее быть со странами, которые его окружают, потому что даже в статусе кандидата она получает немалую поддержку от ЕС, в том числе финансовую. И скорее всего дальнейшее расширение ЕС будет идти именно по этому направлению, когда просто страны-кандидаты будут постепенно получать возможность участвовать в разных финансовых программах ЕС, потому что что такое ЕС? Это по сути бюджет, состоящий из нескольких финансовых программ, там субсидии на сельское хозяйство, субсидии на инфраструктуру, все на них скидываются в небольшом количестве и потом по общим принципам распределяют среди стран-участниц ЕС. Наиболее реалистичное будущее для стран нынешних стран-кандидатов то, что они не получая право вето, как у Венгрии сейчас, и вообще не получая такого особого возможности влиять на решение ЕС, получат доступ к европейским субсидиям. Возможно, сначала в урезанном виде, потом в постепенно возрастающем. Эта реальность, она все равно остается наиболее благоприятным сценарием для этих стран. Никаких альтернативных предложений им не поступает. Нет никаких других альтернативных центров силы, которые готовы им предложить что-то более интересное и более полезное для их развития. Ну вот да, конечно, Евросоюз злоупотребляет позитивной риторикой и очень любит порождать завышенные ожидания. Но другого Евросоюза у нас для вас нет. Попытка найти, как вы говорите, альтернативный центр в Будапеште, а что готов предложить этот альтернативный центр. Максимум, что может предложить Венгрия странам-кандидатам, это ее вето на попытку ввести, скажем, санкции против стран-кандидатов. Венгрия может, например, если дело дойдет до того, что в нынешнем таком расхождении между грузинским руководством и ЕС, ЕС попытается использовать против Грузии, ввести против Грузии санкции, то Венгрия может, как страна ЕС, может наложить на это решение вето. И не только Грузия этим пользуется, но и на Балканах многие лидеры тоже пытаются наладить отношения с Орбаном именно с прицелом на то, что, если что, он может заблокировать неблагоприятные для них решения Евросоюза. Но как блокировка это максимум, какая позитивная программа у Венгрии. Венгрия не может предложить ни какие-то неспециальные финансовые программы, ни какой-то серьезный план дальнейшего развития всех этих стран. Она просто может уберечь их от самого негативного развития событий. И то, как мы видели уже неоднократно, если Евросоюзу что-то действительно нужно, то вето в Венгрии преодолевается довольно успешно. И, в общем, никакой непреодолимым препятствием оно не является. Венгрия тоже свое вето использует прежде всего для самой себя, для того, чтобы себе выторговать какие-то там преимущества в ЕС. И как только в рамках этой торговли она что-то получает, она тут же, конечно, не будет лежать костьми за грузинское руководство, скажем, или там засердское руководство. Изменится расклад в Европарламенте и в Еврокомиссии. Разговоры о том, что вот с каждыми следующими выборами ультраправые наберут достаточно голосов, чтобы оказаться в большинстве в Европейском парламенте, окей, они идут, наверное, уже лет 15, а то может быть даже больше, наверное. И, тем не менее, этого не произошло. Мало того, выборы прошли вот только что, там, два месяца назад, даже меньше, и опять этого не произошло. То есть еще на пять лет этот момент откладывается куда-то в далекое будущее. Уже Орбан, кстати, не молодой человек, он уже у власти, бог знает, сколько лет. Мало того, ну, Европейский парламент, это, конечно, все очень мило, но состав комиссии формирует не Европейский парламент. Европейский парламент его только одобряет. Состав Европейской комиссии формируют лидеры крупнейших государств ЕС в консультациях со странами поменьше. И тут путь смены курса ЕС через Европейский институт мне кажется тупиковым. То есть там такое количество сдержек и процедурных моментов, которые, в общем, такую вероятность исключают. Нет, вот если в Германии к власти пойдут ультаправые, вот тогда это будет уже другой разговор. В Франции придут ультаправые. А если в Германии и Франции одновременно придут ультаправые, вот тогда комиссия может выглядеть совершенно по-другому. А то, что на выборах в Европарламент кто-то выиграет, ну, выиграет и выиграет. Вон во Франции постоянно выигрывает, Марин Липен, выборы в Европарламент. И как сильно повлияло это на французскую реальность? Да никак. Ну, там люди получили какие-то дорплаты хорошие в Брюсселе и Страсбурге. Катаются по Европе. Избиратели даже в таких зрелых демократиях типа Франции или Германии воспринимают выборы в Европарламент как способ возмутиться, высказать свое недовольство текущим правительствам, а не как серьезное голосование. Когда дело доходит до серьезного голосования, дальше оно проходит через пару недель после европейского, как во Франции, то оказывается, что мы уже подумаем как следует и будем выбирать совсем других людей. Ну, мне кажется, важно, что вы это проговорили, потому что есть еще много миф Европарламента на системе преувеличения его роли и так далее. Это очень здорово. Но есть еще одна проблема, на самом деле, на мой взгляд. Вы говорите о том, что все-таки вот как бы морковка в виде кандидатства или еще чего-нибудь, она, в общем, как бы такой хороший стимул для этих стран, для той же Грузии, условно говоря, или Молдавии. Но, опять же, на примере Грузии мы видим, что она при этом формирует некую ложную повестку дня, которую использует лучше власть, чем оппозиция. И это работает против той самой демократизации, о которой вы говорите. Или я ошибаюсь? У любой политики есть издержки. Что ты тут поделаешь? Нет, мы опять упираемся в то же самое, что ЕС просто недостаточно четко формулирует, описывает реальность, да, своей этой западной вежливости и нежелании говорить неприятные вещи публично. Он во многом как бы отталкивает таким образом, да, страны, которые даже там пытаются чего-то делать. Пытаются всерьез там инвестируют в то, чтобы двигаться. Дело в том, что Евросоюз безальтернативен. Никто пока не выступил. Даже попытка там такой, в общем-то, не последней страны, как Великобритания, существовать отдельно от Евросоюза привела к последствиям к таким, что сейчас по опросам большинства британцев сожалеют, что они вышли из ЕС. Да, у ЕС полно недостатков, но, собственно, а кто готов предложить этим странам другие варианты? Кто готов им предложить что-то более интересное, чем предлагает им ЕС? Нету каких-то таких желающих. Даже те самые нынешние там какой-нибудь Венгрии, если посмотреть опросы, все равно никому в голову не... То есть там под 80 процентов, а население по-прежнему выступает за то, чтобы оставаться в составе Евросоюза, никуда оттуда не уходить, несмотря на всю анти-евроскептичную риторику Орбана, да, на протяжении многих-многих лет. То же самое для кандидатов, да, вот эти страны-кандидаты, у них есть какие-то другие варианты? Их никто не заставляет вступать в ЕС. Если вам кажется, что Евросоюз себя ведет неправильно со своими обещаниями, формирует ложные ожидания, и вообще вам все это надоело, ну, перестаньте интегрироваться в ЕС. Да, вот Турция, например, собиралась так сделать, и Эрдоган серьезно там собирался провести референдум о прекращении интеграции в ЕС. Но даже страна масштаба Турции потом как-то передумала, да, и решила, что по мере увеличения экономических проблем особенно, что порывать с европейской интеграции она не будет, и наоборот вернула эту тему в повестку. Никто не обещает тотального счастья всех и быстро, и полного процветания всеобщего. Ну, вот, есть реальное положение вещей, да, и есть те альтернативы, которые реалистичны. У европейского выбора куча недостатков, тут не о чем спорить, да, это, несомненно, он реализуется не самым лучшим образом, и там есть, возможно, много чего улучшить, да, ну, а что другое? Что, кроме вежливости, удерживает Евросоюз от того, чтобы сказать что-то честное, в общем, изменить подходы к расширению? Ну, столько лет речь слабо о расширении, чтобы вот так с кондачка взять и сказать, что нет, его больше никогда не будет. Так уже сколько времени кондачок продолжается. Это как раз и есть, по сути, все, что вы должны понять, что мы, конечно, со своей европейской стороны будем вам помогать субсидиями, консультациями, какой-то институциональной помощи. Ну, не будет чуда такого. Вот, когда это обсуждается много-много лет, прежде всего, правящие элиты в этих странах сознают, что, ну, да, и это неплохо, да, ну, это уже проще. Есть же еще такой момент, что этот вопрос расширения дает Евросоюзу довольно большую степень влияния на соседние страны. Нету более удобного для ЕС момента в отношении с какой-либо страной, чем тот момент, когда она является кандидатом в ЕС. Статус кандидата, по сути, не обязывает ЕС ни к чему, по большому счету, с одной стороны, а с другой стороны дает кучу рычагов воздействия вот на эти страны, которые хотят вступить в ЕС. Не до получения статуса кандидата, не после вступления такого рычага у ЕС по отношению к этим странам уже не, или не, еще нет, да, или уже не будет. Поэтому приятно сохранять такую степень влияния в стране, как бы, ну, с точки зрения Евросоюза на благо этой самой страны, потому что сама-то эта страна не справится, да, страна-кандидата. Она пока институционально не созрела, демократия там не зрелая, коррупция сохранилась, не проведены все реформы. Ну, вот мы ей поможем, благодаря тому, что у нас есть такой рычаг влияния на нее, мы ей поможем, стабилизируем, поможем провести правильные реформы, поможем создать более хорошо функционирующие институты, да, вот мы этого добьемся. Если отказаться вообще полностью от риторики расширения, то этот рычаг исчезнет, да, потому что, если вы не собираетесь брать эти страны никогда в ЕС, то почему же эти страны должны к вам прислушиваться, да, и выполнять ваши рекомендации? Это нехорошо. Любая страна хочет иметь какую-то возможность влиять на соседние страны, да, просто потому, чтобы там не случилось каких-то неприятных сюрпризов, как минимум, да, или не создалось каких-то проблем с безопасностью, кризисных ситуаций, гуманитарных катастроф, еще чего-то, да. Политика расширения для ЕС способ стабилизировать окружение вокруг Евросоюза. Поэтому отказаться от расширения полностью невозможно. Его надо просто как-то уточнить, чтобы это не спровоцировало слишком болезненные обратные реакции у всех этих стран. Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Но здесь много соблазнов, да, искушений. Где пределы снисходительности? Если говорить, опять же, о той же Украине или о той же Грузии. Какие рычаги у Евросоюза есть в этом влиянии? На самом деле, у Евросоюза есть серьезные кари в распоряжении. Другое дело, насколько он способен их использовать. Все эти страны-кандидаты, ну, практически полностью экономически зависимы от ЕС. И даже небольшие ограничения, хоть в режиме свободной торговли, хоть в безвизовом режиме, вызовут последствия очень болезненные для этих стран. Ладно, там какие-то ограничительные меры. Просто сокращение того финансирования, которое со стороны ЕС идет в страны-кандидаты, это очень простая мера. ЕС ее легко может использовать. И в целом, что ЕС большая штука, где очень сложно все координировать и где все очень медленно движется. Но в целом, по опыту тех лидеров из стран-кандидатов, которые все-таки действительно смогли как следует достать ЕС, которые все-таки смогли добиться того, чтобы их решили прям вот по-настоящему наказывать. Там последствия очень и очень болезненные. Можно посмотреть там на ситуацию с Милорадом Додиком в Республике Сербской в Боснии. За последний буквально год ситуация для него очень радикально ухудшилась. Когда ввели реальные санкции, и он не может открыть нигде банковский счет, даже в боснийских банках. Когда прекратилось финансирование кучи разных проектов инфраструктурных, на которых зарабатывали в том числе и близкие к нему компании. Пока там об отмене бизнеса режима речи не идет, потому что в Боснии это сложнее сделать. Там есть разные части страны, которые ведут себя по-разному по отношению к ЕС. Но в целом даже просто ограничение финансирования создает очень и очень болезненные эффекты для стран-кандидатов. Понятно, что ЕС не может применять это просто в силу своей институциональной громоздкости. Он не может применять это вот так на раз. Вот мы сегодня что-то там решили в Грузии, а мы завтра уже применили санкции. Но в целом, если долго стучаться в эту дверь, то ответ обычно последует. С ЗОЗиком проще, за него не тот вес, с Грузией посложнее будет. Есть же еще помимо реакции на Грузию, есть еще общий контекст, в котором это происходит. Понятно, что сейчас вся институциональная сила ЕС сосредоточена совершенно на других вопросах, а не на Грузии. И если бы все это происходило, скажем, до войны, то очевидно реакция была бы гораздо быстрее и гораздо жестче и вообще было бы не до того. Но в целом мне все равно не кажется, что у Грузии есть какие-то по-настоящему мощные рычаги, чтобы она могла позволить себе настолько откровенно манипулировать ЕС. По тем высказаниям, которые звучат в обсуждениях внешнеполитического курса ЕС, Грузия близка к тому, чтобы перейти прямо в грань, которая вызовет уже более жесткую реакцию. В каком именно виде будет эта реакция, но я не знаю. На самом деле, опять же, я не думаю, что стоит недооценивать возможности ЕС среагировать. Да, он очень медлительный, да, он очень инертный, да, очень часто решения ЕС понимаются, исходя не из всех этих разговоров про ценности, а из довольно такого сурового геополитического расчета, да, прагматичного. И да, сейчас, когда все-таки ЕС видит главную угрозу в России, отторгать от себя страны, которые могут как-то сдвинуться в сторону России в ЕС, никому не хочется. Ну, любая инерция, да, она заканчивается. Это может перерасти в какую-то более серьезную конфронтацию. Не знаю, посмотрим на выборы осенние. В конце концов, да, ну, что теряет ЕС, даже если Грузия просто забросит свою европейскую интеграцию. Ну, потери сторон несопоставимы. Даже если вот в ситуации, когда в Грузии устанавливается правительство, которое вообще отказывается от, или нынешнее правительство принимает такое решение, вообще отказаться от ЕС. Ну, что ЕС такого теряет? Какие ставки для Евросоюза и какие ставки для Грузии? Совершенно несопоставимые вещи. Да, все это выглядит, как что маленькая Грузия манипулирует огромным Евросоюзом, но на практике к чему уже привели эти манипуляции, к чему уже привело это обострение? Вот что уже Грузия выиграла от того, что ее отношение с ЕС, в том, что Россия с ней стала более благословно разговаривать, да, и даже, возможно, намекает на восстановление гипотношений, и, возможно, даже какой-то разговор про Абхазию и Южную Осетию. Насколько Россия договороспособна и вообще готова выполнять свои подобные намеки, да, это большой вопрос. И уж глобальный консервативный узел, он, конечно, не является альтернативным центром, понятно, но тогда иногда в свое впечатление, что, скажем, Грузия вполне устроила бы нечто похожее на то, что делает Азербайджан. Он не идет в него в Евросоюз, он является самостоятельным центром вместе с Турцией, вот, и он не то, чтобы манипулирует Евросоюзом, но Евросоюзом гораздо более интересен в том качестве, в котором он есть. Грузии, конечно, такого не достичь в силу объективных причин, но, тем не менее, этот путь явно, мне кажется, Грузию привлекает. Если говорить не только о Грузии, тех, кто находится в этом безнадежном кандидатстве, а рано или поздно ведь все они могут стоять на этот путь и будут искать себе каких-то, ну, не центров, но какие-то варианты укрупнения какой-то вот этой блоковости, в которой они будут себя чувствовать не так здорово, как в Евросоюзе, но куда более уверены в разговоре с ним. Я тут не вижу возможности как-то напугать Евросоюз своим отказом от евроинтеграции. Если Грузия хочет проводить внешнюю политику такую, как Азербайджан, окей, ну, во-первых, у него это вряд ли получится, потому что для начала стоит стать одним из важных экспортеров нефти и газа в ЕС, да, а потом уже разговаривать с Евросоюзом так, как разговаривает Азербайджан. У этих небольших стран-кандидатов есть некоторые завышенные представления о собственной значимости и о том, что в Евросоюз там будут есть страшные слезы и умолять вернуться, если вдруг они откажутся от европейской интеграции. Даже Турцию, гораздо более значимую страну, никто особенно не уговаривал вернуться к европейской интеграции, когда Эрдоган грозил ЕС, что закроет эту дверь навсегда, потому что ему надоело ждать и прочее. Проблема в том, что экономическая зависимость от европейского рынка, от экономики ЕС, да, все равно останется. Как регулировать эти отношения для этих стран гораздо удобнее, когда идет какой-то, пускай бесконечный, пускай абсолютно безнадежный процесс евроинтеграции. Да, там вступления, полноценного вступления никогда не будет, но вам надо как-то управлять своими отношениями с ЕС, потому что у вас все инвестиции из ЕС, у вас огромная доля во внешней торговле с ЕС, у вас стандарты европейские уже внедрены в кучу мест, там, от технических до правовых, да, в самых разных областях. Окей, вы не хотите интегрироваться, хорошо, но надо будет изобретать какой-то новый формат отношений с Евросоюзом, и переходить к тому, что у всех, даже те страны, которые не интегрируются с ЕС, есть какой-то формат отношений, да, условно говоря, там, Код Девуар не стремится вступить в ЕС, но у него есть как выработан исторический какой-то формат отношений, соглашений с Евросоюзом о том, как экспорт из Код Девуара идет на европейский рынок, и как экспорт из Европы идет на рынок Код Девуара, да, вот, ну, хорошо, надо искать тогда другой формат взаимодействия. Соглашения о зоне свободной торговли, например, да, у ЕС есть куча стран, да, и они не обязательно подозревают, что эти страны будут, конечно, вступать в Евросоюз, но вот те страны, которые находятся ближе к ЕС, им, конечно, проще регулировать это с помощью вот этого бесконечного процесса евроинтеграции. Как тогда реформировать внутреннее устройство Евросоюза, и что может его реально заставить это делать? Есть чисто внутренняя потребность реформирования устройства Евросоюза, потому что махина из 27 стран вообще в нынешнем виде довольно тяжело управляем. Во многом нынешние институты, они до сих пор содержат в себе много вещей, которые закладывались, когда стран было 6, их было 9, то есть какое-то гораздо более управляемое количество, и мало того, эти страны были между собой гораздо ближе и по уровню развития, и вообще по политической культуре гораздо ближе. Инерция до сих пор сохраняется, у каждой страны до сих пор есть по кандидату, у каждой страны до сих пор есть право вета по ключевым вопросам. Структура, где по-прежнему базовой единицей является страна, расширять ее дальше будет очень и очень сложно, особенно расширять на такие небольшие и многочисленные государства, как там Балканы, Восточная Европа, Закавказья, где много маленьких, довольно бедных, довольно коррумпированных стран, которые мало чего принесут в бюджет ЕС, но зато могут создать кучу хлопот на уровне принятия решений. Поэтому сейчас идет вполне себе оживленная дискуссия о том, как поменять принцип принятия решений на уровне ЕС, о том, как сделать так, чтобы решения принимались большинством голосов, как считать это большинство, по странам или по ВВП, по населению, много вариантов, скорее всего, будет использован сразу несколько критериев. Какое-то решение принимается просто абсолютным большинством, абсолютным большинством голосов, если эти страны составляют такое-то количество стран, входящих в ЕС, такую-то долю население, и еще что-то такое. И в целом наиболее реалистичное решение это просто введение того, что называется конструктивное вето. Это когда, если вам не нравится какая-то европейская политика, вы не участвуйте в ней. Все. Вы ее не можете блокировать. Вот сейчас по самым ключевым вопросам конструктивного вето нет. Если в Венгрии что-то наложило вето, то все остальные страны тоже не могут это реализовывать. Вот от этого принципа скорее всего окажутся уже в обозримой перспективе нескольких лет. Если какая-то страна недовольна какой-то политикой ЕС, она не хочет ее одобрять, она не хочет ее реализовывать, ну хорошо, вот вы отдельно и не реализовываете. Вы остаетесь в Евросоюзе. Просто вот это вот конкретно эта программа на вас или это решение на вас не распространяет. То есть примерно как Орбан поступил с последней программой для Украины. Просто вышел в Америку. Да, да, да. И мало того, сам по себе факт вступления в Евросоюз размывается таким образом. То, что вы вступили, не означает, что вы участвуете во всех программах. И поэтому уже можно будет даже не отказываться от этой риторики вступления, потому что вступление не будет подразумевать такую степень влияния на все европейские решения. Оно не будет подразумевать такого важного, незаменимого статуса внутри ЕС. Дальше можно будет брать туда кого угодно и просто на этого кого угодно не будет распространяться куча программ европейских и все. Зачем Грузия Евросоюз? Зачем Евросоюзу Грузии на фоне уже имеющихся у него проблем? В подкасте «Большой Кавказ» мы обсуждали с научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Максимом Саморуком. С вами был Вадим Лунов. Всего доброго. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова